Скопления отходов являются главным источником выбросов метана, ответственного за парниковый эффект. И переоработка сырья, хоть и не главный, но эффективный инструмент в борьбе с изменением климата. В мире ищут новые пути решения для ресайклинга. Один из способов повторного использования бумаги – удаление текста при помощи лазера. Сейчас популяризируют израильские специалисты. Подробности расскажет Вероника Боярова. Принтер наоборот. Эта машина не печатает текст, а удаляет его при помощи лазера. На выходе получается чистый лист, готовый к повторному использованию. Благодаря этой разработке израильских специалистов материал можно пустить в оборот до 10 раз. В компании считают, технология позволит значительно сократить потребление бумаги и, следовательно, помочь окружающей среде. В частности, сохранить деревья и уменьшить количество выбросов, выделяющихся при производстве материала. Я думаю, циркулярная экономика будет набирать обороты и затрагивать все больше производства. Мы уже не можем придерживаться прошлой модели потребления. Нужно думать об изменении климата. Мы стараемся делать все, что в наших силах, чтобы подарить материалам вторую, а то и десятую жизнь. Поэтому предлагаем мировым производителям также выпускать бумагу для повторной печати. Мы готовы поделиться с ними своей технологией и поделиться специальным покрытием. Бумага – один из самых перерабатываемых материалов в мире. Макулатура используется в качестве вторичного сырья при производстве бумаги для писания, типографской и туалетной бумаги, тарного и упаковочного картона, а также строительных материалов. Согласно мониторинговому отчету профильной европейской организации, в 2020 году вторую жизнь обрело больше 70% бумаги, использованной в регионе. Большой процент бумаги в мире уже проходит ресайклинг. Я думаю, что потенциально лист бумаги можно использовать от двух до пяти лет. Гораздо острее стоит вопрос переработки других типов сырья, того же пластика. В зависимости от его вида, переработке подлежит от 100% материала до практически нулевого объема. В целом же больше половины выбрасываемой пластмассы остается на свалках. А самым быстрорастущим источником отходов в мире стали электронные предметы. Показатель их переработки на низком уровне. Всего 15% от общего объема.